Это будет очень злой урок, я сильно недоволен этой темой у Elpica. Они просят разобрать нас на стройке окна приветствия в графических дисплей менеджерах, в тех, которые мы устанавливали с вами на прошлом занятии. Тема такая очень сомнительная, очень быстро меняются все эти KDE-гномы, появляются новые рабочие среды, старые рабочие среды. Я вообще не знаю, зачем они сюда засовывают этот экзамен, потому что следить за этими изменениями очень тяжело. Я три дня возился с тем, чтобы настроить приветствие в долбаном KDE-ме, не отчаялся, но сейчас как дойдем до этого, я вам покажу. Вообще раньше в этой части экзамена Elpica спрашивали еще настройки глубины цвета, каких-то параметров экрана. Сейчас они все лишнее убрали, оставили вот это вот приветствие, и то с приветствием приходится возить. Мы сейчас будем все делать в Ubuntu, настраивать эти приветствия, но хорошая новость в том, что во всех остальных Linux'ах чаще всего настраивается приблизительно так же. Единственное, что конфигурационные файлы могут валяться в разных местах. Именно поэтому все эти графические настройки, графические среды, не стал бы я указать в экзамене Elpica, но они просят, так что будем разбираться. На прошлом занятии мы с вами отключили по очереди все графические дисплей менеджеры, сейчас я включил обратно Gnome. Как я это делал, показывать уже не буду, все с прошлого занятия. Вот так он выглядит по умолчанию, видите, нет никакого приветствия, есть пользователь, который у нас был в последний раз, и мы можем зайти от имени этого пользователя. Сейчас будем учиться добавлять приветствия, все учимся делать через консоль, как обычно. Хотя тут консоль очень страшненькая. Значит, все настройки GDM у нас лежат с вами по пути. Давайте сюда перейдем. CD, ETC, DCONF, DB. Последние несколько версий хранят здесь свои настройки, я надеюсь, в ближайшие несколько версий точно так же буду делать. И здесь у нас есть несколько настроек, вы видите. Мы не будем сейчас заглядывать в каждую из них, потому что по KDE, по GDM можно делать отдельную серию вообще уроков, там свои нюансы, свои настройки. Мы просто с вами научимся добавлять приветствия. Больше от нас ничего не требуется в рамках LPIC, поэтому этим мы будем заниматься. Значит, нам нужно создать здесь очередной файлик. А ты мне суперпольза, я его создам. V. И файлик должен называться определенным способом. Опять же, именование файлов может отличаться от версии к версии. Я знаю, что у нас здесь баннер. Message. Прокатит это такое название. Точно так же можно создавать 0.1 лого, и еще кучу разных файлов, которые в этой версии будут актуальны. И здесь указывать настройки. Создаю этот файл. Он у меня пустой. В нем мне нужно написать следующее. Опять же, этот синтаксис вроде бы одинаковый приблизительно в последних версиях файлов. Вряд ли вас будут это просить делать, если вы решите сдавать экзамены. Вряд ли вам это так конкретно нужно знать наизусть. Если вы учите Linux для себя, вы всегда можете нагуглить. Я просто вам показываю. Gnome. Login. Screen. Это уже ближе к скриптам. А не к администрированию, конечно. Так, только не логон, а логин. Login. Screen. Закрываю квадратную скобку. И пишу. Banner. Message. Сообщение баннера. Enable. Включить сообщение баннера. Вторая строчка. Banner. Message. Text. Правильный. Ну и все, что угодно в обычных кавычках. Не знаю, давайте запишем. Привет, земляне. С русского у меня нету здесь, поэтому я пишу на английском. Вот такой вот файлик мы создали. Сохраняюсь. Надеюсь, я ошибок нигде не допустил. Синтоксических вроде не допустил. И после того, как мы внесли какие-то изменения, вообще создали какой-то файл, отредактировали существующий файл, мы пишем superuser.do. D. Conf. Update. То есть обновить базу данных гнома нашего. Гномовского десктопового менеджера. Вот, собственно, и все. Можем попробовать перезагрузиться. Также мы можем с вами менять все, что угодно. Фон рабочего стола, выпадающий список, расположение иконок и так далее. Сейчас только разбираемся с окном приветствия. И вот у нас наверху, видите, появилось то самое приветствие, о котором мы говорили. Мы создали этот текст, создали файл, которым набран этот текст, и у нас этот текст появился. Все, мы молодцы. С гломом мы по этой теме закончили. Теперь то же самое давайте сделаем с xdm. Он, слава богу, простенький и не изменялся последние очень много лет. Переконфигурируем наш Ubuntu на использование теперь xdm. графического менеджера, убираем его, xdm, kdm я напоследок оставил. Чтобы изменить настройки kdm, тут все вообще замечательно, все просто. Мы переходим в папку etcx11xdm. У него вообще все здорово. Смотрим, что в этой папке есть. В этой папке есть различные настройки, но у большинства графических менеджеров есть вот эти конфигурационные скрипты. Нас интересует xresources. Supervisor. Редактором v. xresources. И вот такой вот длинный файл, где можно настроить все, что угодно. Шрифт, размер шрифта, положение и так далее. Нас опять же интересует только приветствие. Поэтому мы ищем xlogin.gripper. Такую строчку. Вот он. Сам вверху он и был. xlogin.gripper. Здесь написано, ну вот у меня Welcome to the Machine. Это, по-моему, я уже наредактировал. Давайте что-нибудь добавим. Welcome to the Machine. Welcome to the Machine. И вот так вот делаем. Сохраняем настройки. Ну, вы видите, здесь все, все, все. Обычный текст легко, понятно, все настраивается. Шрифты, размеры, положение и так далее. Делаем с удо перезагрузку. И вот появилось окно. И наверху есть приветствие, которое мы с вами указали. Здесь можно подписать все, что угодно. Там же указывается параметр. Здесь можно выбрать неспадающий список пользователей. Можно спрятать каких-то пользователей в этом неспадающем списке. Все, что угодно сделать. Мы с вами работаем только с приветствием. И теперь ненавистное KDM. Я прям всей душой ненавижу KDE со всеми его настройками. И мне, видимо, за это аукается очень сильно. Всегда, когда что-то нужно сделать с KDM и с KDE, у меня начинают сгорать нервные клетки. Выбираем KDM. Выбрали. Прекрасно. Теперь нам нужно с вами понять, где у него какие настройки. Тут все становится интересно. Вообще, по умолчанию, настройки у нас лежат вот здесь. Вот KDE 4, KDM. И вот здесь у нас есть много чего. Нас интересует инициализационный скрипт KDM. Это KDMRC. Попробуем его откроем. KDMRC. Ну, тут у нас не очень удобная строка подсветка комментариев. Давайте я сразу попробую найти то, что нам нужно. Нам с вами нужно то, что отвечает за приветствие. Поэтому я найду приветствие. Я просто пишу слэш. Вот он наклоненный вправо. И пишу слово WELCOME. Надеюсь, что он мне до него прокрутит. Вижу, прокрутил. Здесь смотрите, что у нас есть. У нас по умолчанию написано то, что по умолчанию используется WELCOME TO KUBUNTO AT N. И здесь очень хорошо. Давайте я вам откомментирую сейчас это. Очень хорошие параметры. Мы можем в приветствии использовать переменные. Можем сказать добро пожаловать на и подставить имя машины. Или операционную систему. Или полное имя машины. Или текущий дисплей, если у нас несколько дисплеев. Это может быть удобно, если у нас много-много серверов. И когда мы логинемся, нам наверху пишется приветствие. И уже при входе, на какой именно сервер мы пытаемся попасть. Проблема в том, что ни черта этот файл не работает. Я сейчас закомментирую все обратно. Никакие, ни дефолты не работают, ни то, что я вот здесь попробовал написать. Оно не работает. Сохраняемся. На всякий случай сохраняемся, ничего страшного. Есть у нас темы. По умолчанию, давайте зря я рано сохранился, мы можем попробовать найти, какая тема у нас здесь используется. Тут можно поиском не искать. Вот, вот, тема. Можно было написать слэш всем. Вот у нас тема, какая используется. Oxygen поставил я. По умолчанию стоит другая тема. По умолчанию, я сейчас посмотрю, какая стоит. В общем-то, нам нужно перейти вот в эту папку и посмотреть на параметры этих тем. То есть, у нас KDA не просто запускает свой Display Manager, он еще подсасывает настройки из темы. Темы у нас в XML формате записаны, и это отдельный геморрой. То есть, тут как-то вообще концепция Linux, то, что это все просто, не поддерживается. Идем в эту папку с темами. CD, User, Share, KDA4, Apps, KDM, темы. И вот они, темы по умолчанию. По умолчанию первая тема у нас появилась Yeloran. Я поставил Oxygen, потому что в теме Yeloran, в принципе, отсутствует приветствие. В Oxygen приветствие присутствует. Опять же, мы попробуем сейчас открыть Oxygen и посмотреть. Вот, вот, вот. Oxygen. Вот мы в этом Oxygen. Это такой XML. Сразу же V у нас открылся под работу с ним. В этот формат. Тут у нас есть все, что с ним связано. Это SVG, PNG, различные картинки. Вы видите. И есть вот он сам Oxygen.xml. Те, кто умеет работать с XML, молодцы. Я в XML полный ноль. Я могу только зайти и что-то там посмотреть. Захожу я в XML. И попробую найти здесь тоже свою welcome строчку. Welcome. И вот она. Я ее нахожу. Item type. Мне нужен еще один welcome. Еще раз еще. Welcome. Лейбл. Давайте попробуем. Я не знаю, чем-то у нас закончится. Раз, два, три, четыре, пять. Попишем. Сохранимся. Перезагрузимся. Плохо то, что я сейчас вот раз, два, три, четыре, пять написал текстом. А я хотел бы использовать все-таки возможность вот этих вот переменных. Указывать имя узла, имя операционной системы, прочие переменные. Так вот, я нарыл в интернете то, что вот этот вот welcome лейбл, он прошит в неком файле kdmlabel.cpp. Наверное, что-то C++-ное. Какая-то штука. Где-то это надо найти, редактировать. Я пытался найти этот kdmlabel.cpp, но потом мне стало жалко свое время. Но, в принципе, мы с вами добились того, что мы хотели. Мы поменяли вот приветствие на раз, два, три, четыре, пять. Не смогли задействовать правдопременные. Но и в этом плане мы с вами молодцы. Итак, формальная задача у нас стояла поменять приветствие для трех дисплей-менеджеров. gdm, kdm и xdm. Мы ее выполнили. В принципе, вы видели, где у нас находятся какие файлы настроек, в каких папках. Если вам интересно, вы можете покопаться глубже и поковыряться в них. Я говорю, от версии к версии это очень все быстро меняется, вплоть до концепции и синтаксиса. Так что, мне кажется, пока вас не прижало и не потребовалось это сделать с практической точки зрения, лучше на это время все выбирать.